Всем привет, и в этом ролике я сделал свой терлист в антенн инопланетная сила и сверхсила. Да, я эти две версии решил объединить, почему бы и нет. И вы под прошлым видео мне писали, что я не очень объективно расставлял героев. Особенно вы мне много писали про призрака. И тут я с вами соглашусь, я что-то действительно позабыл о его способностях, так что можно было бы его и на имбу поставить. И уже в этом ролике я постараюсь быть еще объективнее и буду говорить все плюсы и минусы пришельцев и что нам показывали в мультсериале. А, ну еще я немножко поменял название пунктов, но по сути это ничего не меняет. Как это контрить, легенды, нормисы, все еще под пиватик пойдет и твердый знак. Ну, что-то я затянул со вступлением, давайте начинать. Итак, первый у нас на очереди будет пламенный. И у него прям целый набор разнообразных способностей, вот целый список. Из основных могу выделить удлинение конечностей, выращивание новых, если их, например, подстрелили, управление любыми видами растений, выбрасывание семян, которые могут вырасти из любой почвы, даже под асфальтом, управление огнем, выбор сметана, который может поджечь, протискиваться сквозь узкие пространства и повышенная сила. Из минусов же можно выделить уязвимость к электричеству. Ну а из неочевидных, резкий запах, который может выдать его местонахождение. Но на фоне плюсов, эти минусы не столь существенны, так что я бы его поставил в пункт, как это контрить. Следующий у нас это обезьяна-паук. Он может стрелять паутиной из своего хвоста, который обладает невероятной прочностью. Также он очень ловкий, и он может ходить по вертикальным поверхностям. Также хорош в рукопашном бою. Из явных слабостей можно выделить прочность обезьяны-паука. 1-2 пропущенных удара и пиши пропало. Также в некоторых источниках пишут, что у него большая физическая сила. Но какой бы я эпизод ни посмотрел, я не вижу, чтобы у него она была. Она у него просто больше человеческой может раза в два. Поставь противника хоть немного крупнее, чем обезьяна-паука, и Бен сразу забуксует. И в основном он хорош только когда он сражается, например, против вечных рыцарей. Да и то, если их будет немного. Но как я уже говорил, у него очень хорошая паутина, и реально хорошо сдерживает. И ловкости ему не занимать. Так что я его поставлю в класс Нормис. Следующий пришелец это Краб. Он обладает высоким интеллектом, и может высчитать почти все, даже события. Помимо высокого интеллекта, Краб обладает телекинезом, и может создавать силовые поля вокруг себя и других объектов. А также очень мощные потоки электричества. В его способностях есть возможность стрелять электричеством из мозга, или клешней. Также с помощью телекинеза он может левитировать. И к тому же он использует подобие телепатии, так как может читать электрические импульсы. Из минусов же он физически слаб. А сила ему в некоторых моментах пригодилась бы. Насчет прочности я точно не знаю, но могу сказать, что она на среднем уровне. Все-таки некоторые атаки он нормально таки сдерживал. А потому я его могу поставить в класс Легенды. Следующий Эхо-Эхо. Он может издавать звуки на ультразвуковых частотах, способные повредить металл, воспламенить внутренности, или же выводить из строя технику. Он обладает способностью создавать клонов себя, как и двойник. Но главное отличие в том, что клоны никак не связаны друг с другом. И при уничтожении одного или нескольких он не причинит вреда остальным. К слабостям можно отнести, как и у двух остальных, это сила. Но он это может вполне компенсировать своим количеством. Просто наделав себе клонов и наброситься так на врага. Но вот что самое слабое у Эхо-Эхо, так это его прочность. Особенно это может принести проблем, если противник наносит урон по области. И вынести сразу всех клонов одним ударом. Так что я бы его поставил в класс Легенды. Следующий персонаж у нас это Лучистый. Он может летать на гиперскоростях. Он умеет отлично маневрировать и очень хорошо прыгать. Может находиться в космическом пространстве достаточно долго. Очень выносливый и хорошо плавает. Умеет стрелять зелеными лазерными лучами из глаз и хвоста. Лазерные лучи имеют сильную мощь. Его тело очень прочное и он может летать даже под стрельбу реактивного истребителя. Имеет цепкие лапы. Также я сам заметил то, что он очень сильный, потому что в одном из эпизодов он мог поднять воздух гумангозавра. То есть по всем его статам можно сказать то, что его не законтрить. А поэтому и класс я ему ставлю соответствующий. Следующий персонаж водяная сила. Он может поглощать влагу из воздуха, чтобы запускать воду из рук. Владеет гидрокинезом на высоком уровне. Способен создавать резкие потоки воды, которые можно использовать как хлысты. Экзоскелет очень прочен и защищает тело от повреждений. Также может манипулировать водой из различных источников. А также дышать под водой. И именно для этой способности агрессор и взял его ДНК. На официальном вики написано то, что его слабостью является то, что он может случайно выстрелить водой, даже если он этого не хочет. Не знаю к чему это. Но по-моему более очевидной слабостью является то, что его ресурсы могут исчерпаться. То есть вода. Можно представить такую ситуацию, то что Бен превратился в водяную силу, например в пустыню. И тогда он полностью может быть бесполезным. Да, я понимаю то, что это обстоятельства. Но также одна из сил пришельцев должна быть их мобильность. То есть они должны подходить под разные условия. И поэтому я его поставил в легенды. Желе. Достаточно сильный перс. Он может плеваться кислотой и с помощью кислоты может уничтожить почти всё. Может специально стать жидким, создавать дополнительные конечности. Также он абсолютно бессмертный. Поэтому когда Бен превращается в него, он не боится ранений. Он может уничтожить любой прибор, проникнув в него. А также изменять свои размеры. И я бы его поставил на пункт, как это законтрить. Но если бы не его антигравитационный проектор. Который его как бы и поддерживает. Но и является его самым большим минусом. Потому что благодаря ему Бен и победил Вилгокса, просто нажав на кнопку на проекторе. Из-за чего тот не смог и двинуться. И по сути, если ты знаешь об этой слабости героя, то ты его можешь легко законтрить. А поэтому я его поставлю в класс легенды. Следующий нано-механизм. У него есть способность к полёту. Очень ловик и трудно поймать. Он может творить энергию из рук и глаз. И даже формировать её. Например в шары. Он может сломать любые механизмы, проникнув в них. И по сути, это не самая имбовая способность для супергероя. Даже несмотря на его ловкость, Бен может сильно рисковать, превращаясь в него. Ведь одно неаккуратное движение, и Бена можно легко прихлопнуть. Но его лазеры достаточно мощные, чтобы уничтожить какую-нибудь вещь. Оттого я его поставлю в статус, всё ещё под пивасик пойдёт. Герой Икс. Я думаю вы и так знаете его способности. Ведь он может всё. Но и на это есть неочевидная слабость. Ему нужно договориться с двумя личностями, чтобы те хоть что-то предприняли. И это действительно бывает сложно, учитывая какие они. И куда же мне его поставить в такой вот сложной ситуации? Да конечно же куда это законтрить. Ведь даже несмотря на эту слабость, он всё равно бессмертен. И Бен в нём чувствует себя в безопасности. И противники ничего не смогут сделать Герой Иксу. Амфибия может манипулировать и производить молнию и электричество. Также он может стать чистой энергией, чтобы войти в электрические кабели. Амфибия обладает способностью становиться неосезаемым, растягивать свои щупальца, способен летать и дышать под водой. Теперь же к его слабостям. Амфибия может использовать своё электричество под водой. Но если он использует электричество при входе в воду, или только часть его находится в воде, то оно может ударить электричеством сам себя. Амфибия слаб против врагов, которые поглощают электричество. Поскольку его тело очень хрупкое, тяжёлые предметы, падающие на его, могут заставить его потерять сознание. Ну и учитывая все плюсы и минусы, я думаю то, что его можно было бы поставить в класс Легенды. Гумангазавр. Обладает невероятной физической силой и толстым слоём кожи, который обеспечивает ему высокую устойчивость к травмам и повреждениям. Его сила увеличивается по мере его роста. Способен на создание ударных волн ударами об землю. И вполне проворный для своих размеров. И каких-то явных слабостей у Гумангазавра нет. Ну по крайней мере в интернете я не нашёл. Кроме того, что у него есть просто природный хищник из Нимитрикса Тиранопит. А оттого я ему поставлю класс «Как это законтрить». Следующий это робот. Он может поглощать материалы и преобразовывать их в энергию и выпускать её через свой рог. Лучи очень мощные и весьма быстрые. А также он очень крепкий. Из слабости же он не очень сильный. И медленный, неповоротливый. Итого он становится фактически живой мишенью. Но всё-таки его луч это его сила. А потому я его поставлю в класс «Нормес». Итак, следующий персонаж у нас это «Кристалл». И мне он показался самым сложным для оценки. И давайте начнём с его плюсов. «Кристалл» имеет способность поглощать, выделять различные виды энергии и направлять её в противника. Может стрелять маленькими пучками энергии. Сделать большой перелив энергии, чтобы уничтожить своих врагов в 360 градусов. А также создавать энергетические щиты для защиты от врагов. Также он может летать. И сам по себе персонаж довольно-таки крепкий. А теперь давайте начнём с его минусов. Хоть он и умеет стрелять с энергии, но она у него конечна. И ему нужна постоянная подзарядка. То есть в какой-то момент она просто может закончиться. Как, например, это произошло в битве с Филгаксом. Также мы узнали то, что он хоть и крепкий, но хрупкий. Его можно было бы разрубить обычным мечом. И нам это опять-таки показал Вилгакс. И раз он хрупкий, то и звуковые волны ему тоже могут навредить. Да, такое же было и с алмазом, но это хотя бы компенсировалось его имбовостью. Насчёт физической силы я точно не знаю. Он редко шёл в рукопашный бой. Но могу предположить, что на обычном уровне. И из-за всей его этой неоднозначности я долго не знал, куда его разместить. Но всё-таки решил, что больше ему подходит класс Нормисы. Следующий пришелец это Ред. Он обладает большой физической силой и ловкостью. Позволяя ему прыгать на большие расстояния и поднимать вещи, которые тяжелее, чем он сам. У него есть когти на руках, которые могут исчезнуть по его желанию. С помощью него можно резать металл и атаковать противников. Он очень прочный и может выдержать выстрелы лазера, например. Также можно выделить характер Реда. Он довольно вспыльчивый и всегда идёт в бой, ничего не боясь. И каких-то прям явных слабостей у него нет. По крайней мере я искал и ничего по этому поводу не нашёл. Так что я его поставлю в класс, как это контрить. Следующий у нас это Хамелеон. Его основная способность – невидимость. Он способен быстро сливаться с окружающей средой. Он подвижный, гибкий и быстрый. И его трудно схватить. Также он может лазить по стенам. Из минусов же – он не слишком силён. Да, он смог сдвинуть с места грузовик. На склоне. Ну и как бы всё. Да и прочность у него не самая большая. Его способность больше сводится к тому, чтобы убегать или скрываться. В прямой схватке с противником, со всеми его способностями, он бы проиграл любому пришельцу из Амнитрикса Бена. Лучше всего его использовать будет в стелс-миссиях, где нужно скрытно куда-то пробраться. Оттого я его поставлю в класс, всё ещё под пивасик пойдёт. Часы. Он может контролировать время и заметить его. С помощью этого он может имитировать перемещение на высоких скоростях. Закручивая ключ часы, может посмотреть в прошлое, показывая голограммные проекции. Часы может путешествовать во времени. Он может выпускать зелёные лучи, которые могут отправить человека в прошлое или в другую вселенную. Застарить или превратить в праг. А также путешествовать в космосе. Ну и слабости у него тоже есть. Из-за своего большого тела и коротких ног, часовой механизм быстро устает. Временные атаки бесполезны против существ или предметов, которые не стареют. Например, временные лучи неэффективны против алмаза, который не стареет. Но всё-таки эти слабости не слишком критичны для этого супергероя. Ведь нам Майд Руант показал, на что способны хромосапиены. Так что я его поставлю в класс, как это контрить. Звезда. Он может создавать магнитные кольца, которые способны двигать, изменять и притягивать железные вещи. Также он может сотворить магнитное поле, которое притягивает металл и защищает его. Также он может левитировать и излучать зелёную энергию. И может полностью себя восстановить, если разрушится. И притягивать железные вещи, это конечно хорошая способность. Но тут же опять всё зависит от обстоятельств. Если, например, Бен превратится в звезду в пустыне, где нет ни одной железной вещи, то считай, что он бесполезен. Ну а если, например, Бен сражается в металлургическом заводе, то почему бы и нет? Так что я его поставлю в класс Легенды. Энергия. Он может стрелять с густками энергии через вентиляционные отверстия своего костюма. Они могут расплавить металлические предметы. Также его костюм очень прочный, и только такой материал, как тайденит, может его сломать. Но всё-таки у него есть очень критичные слабости. Он очень медленный, неповоротливый и слабый. И так бы я его поставил на «всё ещё под пиватик пойдёт». Но у него же всё-таки есть одна особенность. Если же всё-таки ему удастся освободиться как-то из костюма, его способности увеличиваются, и он становится более быстрым, получает способность летать, управлять энергией более искусно. Но опять же, нужно ещё постараться его освободить. Так что я его поставлю в класс Нормисы. Дальше у нас идёт Армадрила Землерой. Он может быстро копать и имеет повышенную прочность из-за доспехов. Может создавать разрушительные землетрясения, поместив свои руки в землю, и создавать сильные вибрации с помощью отбойных молотков. Он силён и может поднимать огромный груз. Использовать свёрла, чтобы сверлить дыры или в качестве оружия. Также он хорошо разбирается в принципах устройства земной поверхности, что даёт ему стратегическое преимущество. Каких-то явных слабостей у него нет, кроме того, что он просто медленный. Так что я его поставлю на как это контрить. Крылатый. Он может замораживать врагов своим дыханием примерно как и Арктигуана. Также он обладает способностью становиться неосезаемым, как призрак. Если он притронется к предмету в такой форме, то он сразу же замораживается. Крылатый может летать, но не так быстро, как Тучистый. Также он не восприимчив к низким или высоким температурам. К слабостям же я отнесу прочность Крылатого, из-за чего он всё время должен уклоняться. Что в принципе это у него удачно и получается. Благодаря его способности становиться неосезаемым. Но иногда есть враги, которые обходят эту способность. А также нам в одной серии показывали, что иногда Крылатый может стать просто неконтролируемым. Из-за того, что у него появились дети. Так что я его поставлю в класс Легенды. Следующий Черепаха. Он может создавать разрушительный ветер ураган. Он прячет голову, складывает ноги и быстро вертит руками и ногами. Он может летать и парить в воздухе. Очень сильный, так как смог поднять автомобиль. С помощью смерча может перетянуть объекты к себе. Он крепкий, так как имеет панцирь и может в нём спрятаться. Но медленный. Я бы его поставил в класс Легенды. Но, внимание. Вот вам туториал, как законтрить Черепаху. Мне этот момент показался критичным. Ведь так можно легко его просто задефать. Так что я его поставлю в класс Нормисы. Следующий, это Скорость. Как и Молния, Скорость обладает повышенной скоростью и ловкостью. А также улучшенными рефлексами. Чуть повышенная сила и прочность, чем у Молнии. И в отличие от той же Молнии, имеет способность высоко прыгать. Но и слабость у него также имеется. Есть предел тому, как быстро может бежать Скорость. Так как ему может быть трудно остановиться, если он бежит слишком быстро. А также уменьшенное чувство равновесия. То есть при поворотах его может сильно заносить. И не может бежать, если под ним находится лёд. И я его поставлю в класс Легенды. Гремлин. Он может разобрать или собрать любую машину за считанные секунды. Также он может сам создать любую машину с нуля. Или изменить её. Гремлин неуловимый и шустрый. Что придаёт ему неуловимости. Сила у него также имеется. Насчёт прочности не знаю. Но могу предположить, что она слабая. Но мне его способность не кажется уж какой-то имбовой. Какого пришельца ни возьми, он умеет ломать. Если только в тандеме с плазмой он хоть что-то может сделать. Может я его конечно очень сильно недооцениваю. Но мне кажется это самый слабый персонаж в инопланетной силе или сверхсиле. Так что я его поставлю в класс Твёрдый знак. И вот такой терлист пришельцев Бентена у меня получился. Хоть я и говорил в самом начале то, что я постараюсь быть более объективным. Что-то мне подсказывает, что у меня нихрена не получилось. Если же у вас есть какое-то другое мнение по этому терлисту. Или вы что-то хотите поменять. То пишите в комментариях. Как всегда будет интересно почитать. Но на этом у меня всё. Если вам понравился данный ролик. То не забудь поставить свой лайк. А также не забудь посмотреть мои прошлые ролики. До скорого.